Глава десятая Здоровье Источник болезней Здоровье и нормальное самочувствие – это естественное состояние любой формы жизни. Ведь каждая из них является проявлением единого сознания, которое совершенна. Живой организм – это всего лишь идея, воплощенная в пространстве и времени, и одаренная сознанием, которое постоянно стремится познать себя. Есть только один разум – одно сознание во всех существах, и все они сделаны из него. В зависимости от того, насколько существо принимает в себе совершенство этого сознания, оно само может быть совершенным. Таким образом, физическое здоровье – это проявление ментальной гармонии, а болезни и недомогание – это проявление ментальной дисгармонии. Болезни появляются в результате ментального расстройства, которое свойственно разумным существам, осознающим себя. Именно человек, имея самое развитое среди живых организмов сознание, больше всех страдает от болезней и недомогания, в то время как организмы более низкого порядка существуют в состоянии физического совершенства, не мучаясь ментальными противоречиями. В природе мы видим, что чем проще элементарнее психика тех или иных организмов, тем реже среди них встречаются заболевания. Это свидетельствует в пользу того, что болезни являются продуктом развитого сознания, а если точнее, беспокойного ума. Тревожные мысли порождают в нашей душе массу конфликтов, которые проецируются в единое сознание и затем воплощаются в виде заболеваний или физической неполноценности. Человек, обладающий развитым самосознанием, но так и не постигший в себе бессмертное сущее, в огромной вселенной чувствует себя ничтожной песчинкой, которая невластна над своей жизнью. Немыслимо раздутый эго отделяет его от самых основ существования, чем развивает в нем страхи, формируя ощущения тщетности бытия и враждебности мира. Все это также подпитывается постоянным конфликтом между разумом и чувствами. В конечном итоге самоощущение человека все больше отдаляет его от собственного совершенства. Что на физическом уровне может выражаться в гипертонии, желчнокаменной болезни, язве желудка, закупорке артерий, раке, потере слуха и множестве других заболеваний, перечислять которые можно было бы бесконечно. Современная психологическая наука может довольно точно отслеживать причинно-следственные связи, обуславливающие физическое состояние человека. Настолько точно, что медицина, которая раньше рассматривала болезни, только в рамках физиологии, теперь признает, что 80% всех заболеваний уходят корнями в сознании человека. Не стоит и сомневаться, что через какое-то время эта цифра увеличится до 100%. Ведь правда не может охватывать лишь часть явлений. Очевидно, что источник всей жизни лежит вне рамок материального мира. То, что заболевания имеют бактериальное происхождение, является удовлетворительным объяснением лишь на физическом уровне. Почему бактерии появляются в этом теле, а не в другом? Отчего некоторые из них разрушают один организм, но не причиняют вреда другому? Почему они вообще существуют? Любой человек, который задумается о происхождении вещей, неминуемо придет к выводу о существовании невидимого, но очень ощутимого разума, дающего жизнь всему сущему и являющегося первопричиной и сутью всех вещей. Однако этот разум не был бы разумом вовсе, если бы стремился к самоуничтожению. Поэтому мы вынуждены признать, что болезни появляются лишь в ответ на что-то. И как мы уже знаем, этим что-то являются наши мысли, которые транслируются в единое сознание и воплощаются в физическом мире. Редко встретишь человека, который сознательно хочет болеть. Тем не менее, существует множество несчастных людей, которые настолько отделены от духовного единства жизни, что обрекают себя на медленное самоубийство. А большинство из нас просто притягивают болезни посредством негативного мышления и устойчивых механизмов, которые сформированы в ответ на скрытые воспоминания или метки. Человек, страдающий постоянным недомоганием, имеет подсознательное стремление быть больным. Но, конечно, если ему об этом сказать, то он ответит решительным отрицанием. Что же касается болезней, случающихся периодически, они являются отражением той ситуации, в которую мы сами себя загнали. Мы не знаем себя по-настоящему, не знаем, кто мы есть, и не понимаем все охватывающие энергии творения. Мы также не можем уловить свои подсознательные стремления и никак не хотим увидеть, что эти стремления реализуются на физическом уровне. Все дело только в стремлениях, которые можно еще назвать предрасположенностью. Все несовершенство тела происходит из того, что у человека на уровне подсознания сформировано устойчивое состояние. Отверженность, самопичевание, зависть, враждебность, ненависть, алчность, озлобленность. Бесчисленная армия мрачных призраков, отгораживающих нас от естественного состояния вселенной – любви. Если человек не имеет любви в своем сердце, тогда там поселяется ненависть или один из ее уродливых собратьев. Любовь – это сила единого сознания, которая пребывает в каждом человеке, независимо от того, как он ее использует, положительно или отрицательно. Если человек направляет ее в сторону отрицания, как в случае ненависти, она начинает действовать разрушительно, творя зло, отнимая энергию и уничтожая тело. И тогда вместо Животворящей силы мы получаем силу смертоносную. Вспомните, что Вселенная постоянно призывает нас. Люби или страдай. Люби или умри. Исцеляющая сила – это любовь. Любовь восстанавливает гармонию, рассеивает метки, приносит умиротворение, не дает негативным мыслям проникнуть в ваше сознание и освобождает совершенство духа. Это не та любовь, о которой мы говорим в контексте человеческих отношений. Но любовь человека к Богу и Бога к человеку. Абсолютная любовь, существующая в том, кто постиг Божественное в себе.